Здравствуйте! Я очень рад, что вышел в эфир. Я рад, что вижу, что вы меня видите. Это значит, что мы можем начать. Я хотел рассказать вам о чем-то очень выразительном. Оно выразительно показано на слайде. Давайте посмотрим на первый слайд. Можем ли мы открыть первый слайд? Хорошо. Так вот, здесь и так очень хорошо видно. Это инструмент, это связь между искусством, ценностями. Эта связь идет через мозг и переходит в блокчейн. Расскажу вам про мое образование. Переходим к следующему слайду. Там показана работа, которой я занимаюсь с 2005 года. То есть, я занимался механикой эмоций. Давайте включим видео. Предсказание эмоций. Мы работали в нескольких городах. И вот одна из наших проделанных работ. Мы использовали большой экран. И мы с вами говорили... Я говорила о бирже. И также можно говорить о бирже эмоций. Как чувствуют себя люди? Ой, мне кажется, у кого-то микрофон не выключен. Видите? Это прогноз непогоды. Это... Ой, мне кажется, у кого-то включен микрофон. Можете выключить микрофон? Спасибо. Здесь видно. Давайте остановим. Прекратим показ видео. Питер, подошел? Алло. Да, я не хотел вас перебивать. Да-да, я на связи. Не проблема, можете меня перебивать. Я не против. Ну, давайте, продолжайте. Хорошо. Ладно. Мне это не очень нравится, но все-таки неплохо. Главное, что мы видим друг друга. Алло. Ну что ж, давайте перейдем к третьему слайду после видео. У меня нету кнопок управления. Я не могу этим управлять. И я просто прошу перейти на следующий слайд. Я сам не знаю, как перейти на него, к сожалению. А, ясно. Вот в чем дело. Я новичок в этой технологии, в этой программе. Так вот, прогноз эмоций. В этой работе мы начали с рассмотрения вот чего. Нужно обращать внимание на человеческий фактор. Так же, как мы следим за погодой. Это очень важно. Потом я в 2011 году провел работу. Называется она Occupy Wall Street Screens. Давайте займем баннеры на стенах. То есть, рядом друг с другом находились изображения состояний. Это была опубликована работа. Она была выпущена в нескольких странах. В 2012 году, в декабре, в Сеуле. Это в Южной Корее. Так, теперь, пожалуйста, включите следующее видео. Escape Today. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, звук был чересчур громкий. Я не мог поверх него говорить. Здесь видно, отображаются разные эмоциональные состояния. Это как крупное табло для биржи. И здесь у нас показаны разные состояния эмоциональные. И название Escape Today – избежать сегодняшнего дня. Или сегодня сбеги. В тот момент, как раз, был канун Рождества. И, соответственно, город был расцвечен, и этот экран очень хорошо вписывался в оформление. Теперь я хотел бы пояснить вам, как я пришел к чему-то совсем другому. Это тоже человеческий фактор, но это относится к эстетике и каким-то образом к политике. Важно понимать концепцию, которая стоит за технологическим прогрессом. Первое – сублимация. Вы знаете, сублимация – это термин из химии, когда вещество переходит из жидкого состояния в твердое состояние, а потом в газ, не пересекая жидкое состояние. Сублимация для нас – это что-то другое. Но все равно остается вот эта же идея, которая сопоставима с тем, что мы касаемся чувствительного отдела мозга. Мы должны понять, что процесс начинается до действия, прежде чем сказать «мы думаем о словах». Мир физический, есть объекты, есть животные, все нас окружает. Давайте попробуем их перечислить. Посмотрим на камни или какие-то другие предметы. Что-то может быть в форме животного. Мы смотрим на эти предметы, узнаем форму и можем сказать, какое это животное. То есть, есть какой-то язык, который позволяет нам представлять себе вещи, представлять себе предметы, мета-язык такой. Есть разные уровни представления информации. Один из них – физические. Атомы – это частицы. Они вместе создают материю. Это научное объяснение. Но если мы ограничим мир на какое-то конкретное число элементов, как, например, атомы. Вы знаете, у нас есть ограниченное число атомов, которые, кажется, и составляют собой всю Вселенную. Когда мы переходим к бинарному языку, интересно здесь вот что. Мы можем упростить мир и превратить его в что-то такое простое, чем мы можем управлять. То есть, какие-то бинарные цифры являются способом сублимации мира, позволяют нам все переформатировать, перепредставить в бинарном формате. Да, виртуальная реальность и большие данные – все это и есть результат процесса сублимации. Люди этим занимаются именно сублимацией, упрощения мира до каких-то ограниченных конкретных элементов. Именно над этим мы работаем, пытаемся понять, как это контролировать. Вторая концепция – как мысль может управлять материей? Как мы можем управлять миром лишь мыслью? Как мы можем управлять миром, как Бог решает, кому жить, кому существовать и так далее. Мы понимаем, что есть способ контролирования материи. И это тоже сублимация. Есть то, что я называю словом реификация, или по-простому воплощение. Воплощение. Вы можете использовать принтер 3D, с помощью которого вы воплотите модель, созданную мыслью. Это и есть вариант контроля над миром. Мы всегда мечтали об этом. Мы хотели, чтобы это было возможным. Так вот, переходим от абстракции к предмету. Это и есть прямой путь, который выстлан человеческим намерением. Как можно извлечь объект из мозга? Для этого мы создали проект Brain Factory, фабрика мозга. В 2016-2018 году он начал свою работу. Со мной работал мой коллега Жан-Батист Барьер. Что же такое Brain Factory? Как вы можете определить по слайду, здесь есть некое движение, которое дополняется друг другом. То есть есть воплощение, вещество или материя, и дальше сублимация и данные. То есть вот такой вот круговорот вещества в данные. То есть и это возможно благодаря нашему намерению и нашим мечтам. Что это за процесс, который превращает концепцию в предметы? Есть концепция ориентированной искусственной жизни. Есть эволюционная модель. И есть когнитивная естественная селекция. И есть ментальная экосистема. Есть морфогенезис. То есть и финальная часть это хулган. Я это сейчас вам объясню, что это все значит. Итак, переходим к концепции, главной концепции нейродизайна. Нейродизайн. Это обозначает приобретение формы с помощью волн мозга. Используется электроэнцефалограмма. Это устройство надевается человеку. Он должен расслабиться. И он фокусируется на изображении на экране. И он пытается представить себе какие-то формы. Теперь давайте начнем. Включим видео, которое называется «Спейс». Это голубое видео. В этом видео я объясняю процесс придания формы абстрактным понятиям в человеческом мозге. Пожалуйста, включите видеофрагмент. Называется «Спейс». Ну ладно. Вот, включился. А сейчас будет. Так вот, видите ли? Лучше. Звук чуть поменьше. Спасибо. Принцип таков. Не создавать какую-то контролируемую форму. Я сам не эксперт в дизайне. Вы можете сказать, какова форма пространства? Она очень, очень неустойчивая. Так вот, дело вот в чем. Вместо того, чтобы контролировать форму, мы сами придаем форму пространству. Мы делаем именно то, что делает сама природа. Природа не создает, не конструирует мир. Посмотрите, как же мир смог выстоять эволюцию, как человечество, человеческая природа сохранилась. Человеческий вид. В этом процессе используется реакция мозга. В чем заключается? Контролировать эволюцию или нет? Участвовать в ней или нет? Иногда мы думаем, нет, этого я не хочу, это не сработает. Эта форма превратится в пространство такое, которое для меня будет осмысленным. Посмотрите, это видео. Здесь дается фрагмент того, как работает Brain Factory. Вы можете даже ускорить изображение, видеоизображение. Можете ускорить, пожалуйста. Вот, остановитесь здесь. Здесь видно. Пространство – это то, что находится в рамках границ, в рамках ограничений какого-то объема. То есть это пространство в рамках объема. Но пространство – это не только это. Пространство – это все то, что окружает нас во Вселенной. Соответственно, это то, чего дизайнер не мог определить тогда. Тогда он не смог найти что-то убедительного. Иногда бывает так, что система сама пока не знает, что будет дальше, не понимает мира, и нету никаких ключевых слов, которые бы помогли системе. Соответственно, мозг дает обратную связь. Это тот процесс, который, можно сказать, процесс взаимодействия. И он влияет на форму в пространстве. Давайте посмотрим, как меняется форма в зависимости от того, реагируют на нее положительно или отрицательно люди. Мы не можем контролировать волны в мозгу. Мы можем контролировать свою силу, но волны мозга мы не можем контролировать. Для того, чтобы визуализировать, что мы видим, что у нас происходит с нашими волнами мозга, мы должны немного ускорить все. Можете еще немножечко ускорить? Да, 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 оставите, пожалуйста. Вот видите, это именно то, чего мы ожидали. Мы ничего не конструировали. Интересно то, что это происходит. Таким образом, в процессе проектирования пространства два антагазистичных определения пространства происходят одновременно на экране. Давайте перейдем к следующему слайду. Вот так здесь вы видите данные, которые созданы разными моделями, которые были созданы разными людьми, разными шоу. Это были шоу в Гонконге, которые назывались «Микроволны». И вы видите, что у нас разные абстракции, разные формы, и можно их изучить с большим количеством разных моделей. Вот, например, здесь у нас форма от справедливости. вот эта вот совесть, мы не пытаемся найти, это плохая какая-то репрезентация или нет. Мы должны понять, что на самом деле люди, которые участвуют в предыдущей работе, в этой вот концепции, например, вот эта вот совесть, мы спроектировали, и вы должны понимать, что же вы в это вложили. И таким образом получается, что другой тоже носит свой вклад в проектирование. И получается, что это формирование концепции ДНК самой этой модели. Далее, давайте перейдем к процессу воплощения. Конечно, 3D-модели, которые на 8-минутной секции поделены дизайна, можно их отпечатать. Вот здесь, например, то, что мы напечатали из концепции свободы. А вот эта вот другая модель здесь, тоже во время шоу было создано, в средине – это дизайн, справа – это свобода. Как будто бы вы от чего-то сбегаете. Мы можем представить, что люди проектируют себя в свою репрезентацию, и в итоге мы находим некий эквивалент между формой и концепцией. Что интересно в конце процесса, это то, что люди могут использовать 3D-модели, которые были созданы, чтобы создать объект искусства. Вот, например, они могут быть маленькие для того, чтобы сделать брелок, а могут быть преобразованы, например, в такие вот надувные скульптуры. А вот здесь вот пример воплощения, которое является переносом свободы в некие скульптуры. И вместо того, чтобы сделать форму, как 3D-модель, это как будто бы след свободы. И такой след, он похож на след динозавра, который говорит нам о том, что динозавры существовали, хотя их больше уже и нет. И мы можем представить, что это так называемое искусство, сделанное через классические средства, они как будто бы осознание, что свободы больше нет. Это как бы отрицательное присутствие свободы. Здесь вы видите демократию, которая сделана из формы, которую создали волны мозга, но здесь мы сделали их из сот. И получается, что они развиваются во времени, и, конечно, мы можем понимать, как они меняются. Вот это вот очень большое воплощение, большой воплощатель. Это такая идея понимания какого-то большого 3D-принтера, то, чем может заняться мозг. Мы понимаем, как люди носят свой вклад в этот процесс. И получается, что здесь у нас материал – это бетон. Абстракция становится бетоном благодаря вот этому большому 3D-принтеру. И в конце процесса он возвышается над моделью, которая появляется снова. Это точное определение вот этого пустоты. То есть вы должны начинать снова и снова, не получая ничего. Затем, где-то полтора года назад, мы начали думать о чем-то еще. Я был частью определенного заседания, который включал также Николаса Маневра. И мы начали рассуждать, мы начали думать о том, чтобы... О блокчейне и амулеты, как тайландские амулеты могут встречаться с деньгами в блокчейне. И вначале я процитирую Саль Рандола на тему денег. Который говорит, однажды я предложил, что искусство – это всего лишь еще одна форма денег, красивых денег. Что художники – это маленькие нации, которые печатают собственную валюту. И мир художника – это инструмент для того, чтобы откалибровать ценности из этой валюты, которая движется по направлению друг к другу. И, на самом деле, Николас не говорил об искусстве. Он говорил о тайских амолетах. Но для меня это было именно то, что позволило сказать, происхождение эволюции вот этой вот фабрики мозга такова, что она стала ценностью ценностей. Получается, финансы против этики. Спекулируя спекуляции ценностей. Конечно, основное значение ценности означает какие-то финансовые ценности, что-то в области денег. Но также и человеческие ценности, так же, как и спекулятивные спекуляции, которые означают, что мы просто экспериментируем, что-то делаем, пытаемся изучить потенциал чего-то. Это может быть чистой спекуляцией финансовых условий. И это стало чем-то, что связало предыдущие работы, которые я делал. Поэтому называется «Конвекциальное искусство», потому что сам переход показывает, как этот проект обретает смысл. Здесь нас трое. Мы трое работали. Мы работали с Тобиас Клайном. Это архитектор, также художник, который также работает с 3D-принтером очень много. Он делает цифровые вещи. Он выставлялся в Гонконге, в галерее Гонконга. И также Николас Мендоза. Он доктор наук. Он был сначала кандидатом, теперь он доктор наук. Он эксперт в области блокчейна. И мы решили, что же мы можем с этим делать, что мы можем сделать вместе. Это наша команда в Гонконге. На самом деле, мы разные команды, которые работаем. Мне нравится то, что сделало отделение нашего исследовательское. Получилось, что это как будто бы новый сериал «Второй сезон» для Нетфликса. И поэтому теперь мы можем поставить это видео, которое называется «Стоимость ценностей», которое в пяти минутах объясняет всё. Я думаю, что это лучшая презентация. Можно только не очень громко. Получится проиграть видео? Вот этот вот человеческий проект, он немножко сложный, но можно его понять. Идея заключается в том, что непостоянные человеческие привлечения и такие же ценности, они живут и выживают. И это было показано на этой выставке, где у нас было три дизайнерских станции. Это вот то, что связано с пространством. Также интеракция между мозгом и компьютером. А вот это вот, это жидкое вещество, которое показывало, как мозг действует в конкретных условиях. А вот здесь вот выставка «Микроволн». И также целью нашей является, конечно, обсудить вопросы человеческих ценностей. И вы видите, что ситуация такова в связи с пандемией. Она показывает, как нам это важно. В конце этого процесса мы разработали какие-то ценности вместо привлечения. И получилось, что это такие токены в блокчейне. Вы можете их запросить, используя приложение, телефонное приложение или веб. Это VOV, ценности ценностей. Если вы используете iPhone, лучше на сайт пойти и там уже посмотреть приложение. И поэтому, когда вы получаете токен с именем и с номером, можно начинать им торговать. Но вы знаете, что если вы их обмениваетесь, например, это как мирные деньги, вы что-то утверждаете. Это определенная поэзия, это ваш выбор. И также это этическое утверждение. Это на самом деле происходит от людей. И если вы получаете деньги или нет, вы увидите на сайте, что же это за вариативность. И вы видите, насколько их много. Потому что вот такой переход для людей очень характерен, что же для одного человека важно и насколько это важно для другого. Также можно немножко это расширить. Например, вот эта вот таблица определенных ценностей. Это то, как мы собираем эти ценности и ранжируем их. А также еще один интересный проект. Мы учимся, как записывать ценности, просто используя дизайн. И также вот, как мы их можем прочитать, например, используя вот это вот китайское приложение и интерпретируя определенные характеристики. Это целое колесо работ. И позже мы их будем интерпретировать. То есть будет такая деинтерпретация. То есть мы будем делать целые предложения из этих работ. И это будет еще одна форма правды, истины. Верификация ценностей может стать классическими принтами. Также можно их преобразовать в модный дизайн. А также может быть всевозможными объектами для развлечения, объектами искусства, как вот здесь вот чистота, о которой я вам рассказывал. И также, на самом деле, когда вы производите вот эти токены, у вас есть этот токен, и он, вы можете с ним делать все, что захотите. Вы используете право, и вы можете понять, что это какой-то определенный знак искусства. Итак, следующее... Не знаю, что случается. На самом деле, многие выставки сейчас не предоставляют неоткрытые для публики никакого взаимодействия, и поэтому мы разрабатываем идею создать какую-то онлайн-версию. Итак, что же такое искусство блокчейна? На самом деле, это больше по поводу рыночного искусства. То есть, вместо того, чтобы использовать галереи, мы используем блокчейн, чтобы взаимодействовать с объектами. Здесь мы не используем объекты, мы разговариваем только о каких-то развлечениях или привлечениях, и они становятся токенами. И блокчейн используется не для рынка, он используется как посредник, потому что сама транзакция позволяет лучше понять, что же ценно для людей. На самом деле, это означает, что мы не в художественной системе больше. Мы не контролируем исход, мы больше являемся людьми. Мы можем сказать, что это проект мирового масштаба, потому что здесь и нейронауки, и скульптуры, и 3D, и поэзия, и экономика, и так далее. И мы должны понимать, что транзакция это посредник, и блокчейн это посредник. У нас 42 человеческих ценности, которые происходят в процессе неодизайна. И автоматически то, что вы производите, оно становится средством блокчейна. Что интересно, это эволюция того, что мы рассматриваем как предмет, как артефакт. Артефакт это что-то, что мы продаем. Это должно быть чем-то, что мы можем представить на рынок. Но я больше здесь буду говорить о каких-то художественных объектах. То есть это идея художественной вещи, это какая-то вещь, которая становится автономной. Например, в обществе агентов, например, вот здесь зритель шоу, он приходит на выставку, он становится тоже художником, потому что он дает идеи, форму, он становится куратором, потому что он выбирает, он коллекционирует, он забирает себе токен, он также художественный дилер, потому что он может продать это, и он становится торговцем, потому что он может спекулировать ценностями. Но также художественная работа также есть в обществе агентов. Это уже идет за пределы художественной работы как объекта, потому что это целая серия функциональных агентов, которые относятся к человечеству, к человеку как модели. Это генератор, он каллиграфер, и принтер, и читатель, он переводчик, ученый, аналитик, он бухгалтер. Таким образом, другие процессы, которые оценивают эти ценности, то есть человек становится торговцем, и оказывается важным понять, мы больше хотим говорить о деньгах или о процессе творчества. И это действительно ли ценность? Это критическая метафора? Или же это динамическое отражение интеллекта? Итак, приложение на телефон, но я сейчас не рекомендую использовать на телефоне, лучше на сайте, потому что через минуту вы можете создать и начинаете торговлю, и в конце процесса получается QR-код, и вы можете его запросить. Сайт www.veovi.com вот это веб-сайт, мы сейчас туда не пойдем, слева здесь вы увидите оранжевые кнопочки, по этой кнопочке вы можете отследить, какие у вас транзакции произведены, сперва, справа это торговая платформа, здесь вы можете обменять или продать свою коллекцию, здесь показано оценка ценностей, люди спрашивают, спрашивают какие-то ценности чаще, а какие-то реже, и соответственно они готовы платить больше за одни ценности и меньше за другие, соответственно вы также видите что самое востребованное, оранжевая горизонтальная линия показывает среднюю ценность ценностей а то, что ниже это чем ниже тем ценность ниже здесь представлены токены, которые вы можете добавить свою коллекцию или продать обменять их также вы можете создавать свои коллекции интересно как люди в разных городах определяют сами себя с помощью ценностей представим себе какова будет коллекция ценностей которые вы могли бы предложить Си Цзиньпинью или Дональду Трампу или кому-нибудь еще все эти люди обладают в голове каким-то набором ценностей в какой-то иерархии наверное что это может быть любовь сострадание не для всех первый приоритет здесь указано на сайте сравнение здесь у нас рядом предложены Тайвань и Корея для них доминантная ценность это смотрите здесь Тайпэй они указывают секс любовь и сострадание а в Гуанчжоу у них секс и слава причем деньги на первом месте идут вот вы можете сравнить в каком сообществе что важнее таким образом мы лучше узнаем культуру вот еще что интересно на нашем сайте здесь можно увидеть последний созданный токен можете воспользоваться этим предметом можете скачать его себе и делать с ним все что хотите черный слайд показывает что-то очень интересное это транзакционная поэзия когда финансы обретают смысл финансы хороши чтобы делать деньги но может также создаваться и смысл и в этом случае транзакции становятся поэзией вот здесь указанные строки стихов такого вы наверное еще не видели мы можем сравнить ценности какие-то ценности стоят в два раза дороже чем какие-то другие какие-то дороже какие-то дешевле и я выбираю свои приоритеты сам также теперь посмотрим видео шутми это еще один проект я отправлял это видео давайте его включим пожалуйста можем пожалуйста включить видео вот вот как видео а смотрите как esses смотрите remove видите слышите ли меня так вот здесь показано Это высокоскоростная торговля, то есть действительно очень высокая скорость. У каждого слова есть смысл, но прочитать невозможно. Теперь я перехожу к следующему слайду. Представьте себе, как будто вы находитесь здесь. Так выглядит Тайм-сквэр. Если вы сфотографируете это место, вы сможете прочитать текст. Понимаете, высокая скорость смысла не имеет, а высокоскоростные транзакции тоже не имеют смысла, потому что мы не знаем, что именно мы продаем. Но если мы их обездвижим, сфотографируем, момент замрет, тогда смысл приобретается. Так вот, расскажу вам о том, над чем мы сейчас работаем. Сейчас мы начали сотрудничество с одним художественным партнерством. Скоро появятся новые токены в нашей блокчейне. Они будут создаваться автоматически. И будет на каждый токен выпущен сертификат. Вот это сертификат, он будет так выглядеть. На этом сертификате есть информация, там указаны названия и все, что вы хотите сообщить. Здесь есть так называемые face values, то есть это такая прямая ценность. Это может быть ключевой жетон или нет, если вы, например, считаете, что это для вас ключевая ценность. Но все, больше об этом говорить не буду. Николас Мендоза сказал вот это, его цитата. Наверное, очень долго цитировать. Покажу вам другую область нашей работы. Это brain cloud, то есть это облако мозга. Это куб, это выставка микроволн. А здесь IPO. Выставление монет первичное. Это в Сеуле. Это было в июне 2019 года, когда мы, собственно, официально и запустили проект. Это был наш официальный запуск. Вот здесь отображен первый токен. Его номер был 0000. Это Гуанчжоу. Здесь у нас два посадочных места. Здесь использовалось мобильное приложение. Это мы перенеслись в Италию. Здесь выставка «Ценность ценностей». Ее поддерживал Массачусетский университет. И это выставка в Тайпее. Шоу было очень мощным и на большой площадке. Вот вы видите, люди сами создают свои ценности в реальном времени. Это проект городского искусства. Это инсталляция. Это ценность, которая сформирована жителям города. И причем эта форма похожа на медведя. И она может быть понятна многим людям. И вот еще одна форма, понятная всем. Этот проект начался как проект европейского сообщества. Другой проект сотрудничества называется MindSpaces. Также у нас есть и другие проекты. Это часть наших партнеров. Но есть еще другие, которые не поместились на этот слайд. Мне кажется, все. Я готов ответить на ваши вопросы. Я, наверное, слишком долго говорил, да? Немножко затянул. Я все. Теперь я вас слышу. Давайте посмотрим, будут ли вопросы. Спасибо за эту вовлекающую презентацию вашей работы. Мне очень понравилось то, что вы делаете. Моя сублимация не так уж гладко прошла. Если все объединить, время, пространство и виртуальную реальность. Вопрос к аудитории. Вы же, наверное, смотрите трансляцию, да? На Ютьюбе можете задать ваш вопрос, я считаю. Посмотрим. Может быть, будут вопросы от аудитории. Давайте подождем. Я хотел бы спросить вот о чем. Вы говорите о проектах. Вы работаете над несколькими проектами. Так вот. Много вы занимаетесь визуализацией через мозг. Многие абстракции визуализируются. Вы об этом много говорите. Давайте посмотрим, как отображается мысль в формате 3D. Есть ли какие-нибудь параметры? Как можно калибровать то, что происходит в мозгу у человека? Есть ли какие-то параметры и критерии? Как оценивать результат? Как оценивать ценность? Как можно эти визуальные формы оценивать, если вообще мой вопрос осмысленный? Ответ. Вопрос очень важный и понятный. Надо точно определить. Люди не свои мысли отображают, свои мысли на экран. Они оценивают. И это очень важный аспект. Это означает, что, знаете ли, все как в природе. Если у животного пять ног. Это не задумано природой так. Такое животное не выживет. То есть природа — это экосистема. И наш мозг тоже экосистема. И какие-то вещи отсекаются. У животных не так много абстрактных мыслей. Наверное, вообще нет. Но мы не знаем даже об этом. Но ясно одно. Есть абстракции. Мы их даже назвать не всегда можем. Но они влияют на наши решения. На те, которые мы принимаем в жизни. Они влияют на наше сострадание, любовь, секс и прочие аспекты. Здесь речь не о контроле формы. Форма аморфная. Можно подобрать какое-то количество параметров. Какой-то список параметров, которые определяют ДНК этой ценности. Или ДНК токена. Я имею в виду вот что. Например, сила тяжести, вертикальность, горизонтальность, дисперсия, распространенность. Ну, какие-то характеристики, которые определяют форму. И вот эта форма может соответствовать чему-то ожидаемому. Мы смотрим на нее в пространстве. Даже если мы не верим в эту форму, понимаете, мы что-то получили просто из воздуха. Просто ниоткуда. Это реально что-то, что получается из нашего мозга, из наших абстрактных мыслей. И это и есть ценность. Это то, с чем люди часто встречаются. Вот есть у нас такой прибор, как электроэнцефалограф. И он оценивает положительные или отрицательные реакции. И это достаточно просто. Посмотрите, как происходит развитие чего-либо. Представьте себе распространенные предметы. Это одно. И представьте себе целостный предмет. Разница же есть. Представьте себе процесс распределения частиц. Распыление частиц. Этот процесс. Можно ограничить превращением во что-то такое, чего мы ожидаем. Здесь эти критерии могут быть не очень четкими. Просто надо отправить несколько человек и мониторить, как они работают один за другим. Это как, знаете, объясняется очень трудно. Понимаете, вы какую-то картинку в голове придумали и передаете ее на экран. Нет, такое невозможно. И мы не это делаем. Вопрос. Ну да, я подумал. Какая-то, может, система есть. Как вы разрабатываете эти формы в пространстве? Может быть, есть какие-то измерения, которые вы используете в пространстве для оценки ваших проектов, ваших ценностей? Вы же все-таки с блокчейном работаете. Там же определенные идеи. Ответ. Так и есть, да. Мы начали с абстрактных явлений. Ценности – это абстракции. Проблем нет в том, чтобы сократить поле. Мы сейчас сконцентрировались на ценностях. Здесь мы работаем примерно так же, как и в Brain Factory. Процесс похожий. Мы отображаем, мы превращаем результат в форму, а потом в токен. Сейчас эти объекты становятся финансовой ценностью, и мы объединяем ценности вместе. Друг с другом. Вы хотели что-то сказать? Давайте. Вы сказали... Этот проект совершенно новый. Вы можете сказать... Вы не можете никогда сказать, что все, проект закончен. Мы только можем перейти на следующий этап. Мы можем перевести в форму определенное количество ценностей. Мы можем воспользоваться опытами 8000 людей, посмотреть, какие у них ценности, собрать их. Вообще коллекции уже существуют. А чего еще не существует, так это следующее. Точной приоритизации ценностей. Потому что здесь нужно больше транзакций и больше коллекционеров. Нужно, чтобы их число было больше. И я считаю, что это скоро уже появится. Начало уже положено. И, соответственно, вы уже в сети можете увидеть то, что есть. И вы определите все, что для вас важно, опираясь на дополнительную информацию. Да, у меня есть еще есть вопрос по поводу ценностей. У меня вот это вот сравнение человека-животного. Я думал, когда кто-то говорит о языке собак, то, что они разрабатывают. Также пчелы, которые используют инструменты. У собак есть формы абстракции, которые отличаются от человеческой абстракции? Вы можете это как-то отнести к вашему проекту? Ну, у нас есть что-то. Нам надо понять, что за абстракции для нас. Это способ как-то слова вложить в что-то, в физический мир, в наши отношения. И таким образом, возможно, у них есть какой-то эквивалент. Не бессмысленно было бы сказать или интересоваться, например, сострадание, сам термин, что-то имеет. Но мы знаем, что собаки могут сострадать. Мы можем это наблюдать. Мы видим это. Когда мы говорим о знаниях, когда мы говорим об интеллекте как ценности, мы понимаем, что даже если люди не называют это словом, если животные не называют это словом, мы знаем, что они верят в это, и это надо для того, чтобы выжить. Это часть процесса выживания. То же самое и с пчелами, и с осами, потому что мы знаем, что им это нужно в ульях, и они должны все делать очень быстро. Я, на самом деле, очень был впечатлен вот этой стратегией. Мы должны понять, какие абстракции нужны для людей, а также уровень сублимации, который нужен для понимания этой абстракции, и насколько мы вкладываем слова. Если у нас нет слова, очень сложно понять без этого, есть ли у нас сама абстракция, что означает, оно становится абстракцией, когда мы можем это назвать. Но можем ли мы сказать, что животные не вкладывают в это звук, или что какую-то эмоцию, таким образом специфицируя ее, мы не можем так сказать? Я думаю, что мы будем узнавать все больше и больше. Возможно, искусственный интеллект поможет нам лучше понимать вот эти текущие процессы в поедении, реакции животных, и поможет нам лучше понять людей, если мы поймем то же самое в животных. Да, я бы хотела еще один вопрос задать, который сравнивает людей с другими людьми. Один из наших зрителей спрашивал, вы открыли какие-нибудь разницы в ценностях географические, которые относятся к какой-то... разные приоритеты в ценностях, например, Европу против Азии, что-то такого плана? Что-то ведь такое происходит. Может быть, оно такое же? На самом деле, да. Не-не-не, они разные. Я сравнивал свою презентацию Тайбэ и Тайвань. Я следил за набором людьми, две тысячи людей, и статистически это стало важно. Такого уже достаточно. В Европе у нас достаточно маленькое количество посетителей, недостаточно, чтобы оценивать, и мы очень ждем, когда все откроется, потому что нам нужно везде вот эти вот шоу, чтобы они были в Москве, нам они нужны, нам они во всех странах, потому что это именно способ пополнить нашу базу данных, чтобы вот эти токены появились, чтобы они что-то делали, чтобы они о чем-то говорили, чтобы они получали токены. И это очень интересный знак. Когда вы делаете... Когда у вас, например, вы что-то такое делаете, и у вас токен получается 2020, и получается, что вы сравниваете это с ДНК своим, и у вас... Получается, что вы передаете по наследству вот этот токен. Это довольно сложно. Я не хочу очень много времени этому уделять. Получается, что это уже экономические знания, которые нам нужны. Это то, куда мы хотим применить наши знания, это то, как мы хотим это развивать. То есть нам нужно не только больше исследований, но и здорово, чтобы участвовать, сделать этот проект в Москве, и, возможно, найти различия между Москвой и Питером. Спасибо большое, Морис. Я боюсь, что у нас закончилось время. Спасибо за вопросы, прежде чем мы перейдем к перерыву. Будьте на связи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за приглашение. Всем счастливо. Спасибо.